Что происходит? Как нам не стыдно? Под этой завесой, этой наркоты, вот то, что происходит сейчас, это Мунди Али, всеобщее веселье, радость, победы, весь мир к нам в гости, население оказалось готовым, чтобы принять с распростертыми объятиями весь мир. И тихонечко, тихонечко, где-то за ставнями, под ковром, человек, сколько уже, 54-й день голодает. Европарламент почти единодушно, там 480 голосов требует от России признать, что это политические заключенные, немедленно их освободить. Мы же входим в эти пассе, обоисея, как они еще там называются. Но нас это не трогает у нас футбол. Нам отказывает мужество, честность, порядочность. Вот то, что сделал Сенцов, за други своя жизнь положу. Держись, голодом, читай много, ты же любишь. Слушай свое сердечко, я бы тебя ждем. Ты придешь обязательно, посмотришь, как все будет хорошо. Добрый вечер, мы начинаем наш концерт. Сегодня 54-й день голодовки Олега Сенцова, и вечер в поддержку его требований мы назвали 54 Сенцова. Я чувствую, что когда я начинаю говорить об этом, я хочу плакать. Поэтому я сегодня просто в поддержку Олега, которого я считаю взяли в заключение несправедливо и вершили над ним несправедливый суд. Я хочу исполнить духовный стих. Лично для меня история Олега Сенцова, это история о том, что есть приоритеты в жизни. Что самый важный приоритет для человека остается нерасчеловечивание. И боюсь, что это может произойти с каждым из нас. Если мы не будем так же, как Олег Сенцов, бороться за свои убеждения и за свою свободу. Я против того, чтобы лучших людей закрывали в тюрьмы. чтобы таланты тяжелые вот так просто и нагло убивали. Как песни той, братва, ты взгляла и подпевала в унисон. Какие здесь найти слова? Я думаю, что можно сказать только одно. Бог все видит. И то, что наша страна, наше государство день за днем, год за годом живет против законов, как человеческих, так и божеских, он видит тоже. Наблюдая, как тональность уходящую веру свою, покрывая площадями непреступную гордость гранит. Олег, знай, что мы знаем о тебе, и мы делаем все, что только от нас зависит, для того, чтобы ты и остальные ребята вышли на свободу. Фри Олег Сенцов. Сегодня требования чести, требования справедливости, требования уважения к человеку, требования достоинства, они все свелись, сегодня в России свелись, к имени Олега Сенцова, который голодает, голодает не за себя, политзаключенный, который борется за права других политических заключенных, борется суровейшим образом, в общем-то, неслыханным со времен Анатолия Марченко.